28 марта 2001 года в Челябинске на здании арбитражного суда появилось первое в городе световое панно. Для этого здания, впрочем, это была не первая техническая новинка. В 70-80-е годы, например, над крышей была установлена бегущая строка. Благодаря ей челябинцы, ожидавшие транспорта на площади революции, узнавали новости и прогнозы погоды буквально одной строкой. Строка была широкой, но невысокой и одноцветной. Новое панно уже имело размеры как фотографии из песни 9 на 12, только метров, и изначально рассматривалось в качестве современного рекламного носителя, а не передатчика информации. Поэтому неудивительно, что заказчикам оно обошлось в копеечку, причем не российскую, а американскую, а точнее полмиллиона долларов. Кстати, заказчиком был Челябинск Связинформ. Проектировщиком Челябинск граждан проект, а часть оборудования изготовлена в Воронеже. Поначалу панно или табло удивляло и немного смущало автомобилистов. Посмотришь на чудо современной техники и не уследишь за дорогой. Однако со временем к нему привыкли. Тем более, что подобные гигантские телевизоры и поменьше, и побольше стали появляться и в других местах города, например, у железнодорожного вокзала и главпочтамта. А уж бегущую световую строку может приобрести себе, наверное, любой предприниматель, пусть и поменьше той, что была когда-то на площади. Только кажется, пока ни один не передается ее помощью новости одной строкой, только рекламу своих киосков. А было бы, наверное, интересно.